Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Запомни фазу рынка, в которой мы находимся сейчас. Фаза номер один – рост биткоина. Фаза номер два – рост эфириума. Фаза номер три – рост основных альткоинов. И, наконец, фаза номер четыре – рост альткоинов с малой капитализацией. Сейчас мы находимся в фазе номер три, когда растут основные альткоины. И действительно, сегодня многие альткоины из топ-20 на CoinMarketCap преодолели исторические пики. И, несмотря на небольшой откат, который мы сейчас наблюдаем, эфириум все-таки достиг нового исторического пика в размере 3500 долларов за монету. Cardano и лайткоин сегодня тоже достигали рекордных курсов за всю их историю. Эфириум Классик продолжает расти. Кроме этого, сегодня появилось много хороших новостей. Например, про EOS, который я покупал две недели назад. Об этом и другом поговорим в этом новом выпуске. Итак, рынок весит почти 2,5 триллиона долларов. Dogecoin откатился с 70 центов до 60. Я все еще убежден, что Dogecoin вырастет до 1 доллара. Для этого ему придется пройти через еще несколько дампов и пампов. Cardano A до сегодня тоже достигла истерического пика. Я покупал ее за 70 центов и сейчас нахожусь в уверенном профите. Летом ее ожидает множество событий, которые могут подстегнуть рост ее цены дальше. Лайткоин штурмует свои исторические пики. Поговорим о нем чуть-чуть позже в этом видео. Uniswap и Chainlink до сих пор для меня выглядят оптимистичными. Я по-бычему настроен в отношении этих проектов. Эфириум Классик продолжает взлетать. На пике достигал почти 180 долларов. С начала этого года он сделал 30 иксов. Учитывая причины, по которым он растет, а они не фундаментальные, я уверен, что в какой-то момент его ожидает масштабная коррекция. И покупать его прямо сейчас это большой-большой риск. Как по мне, лучше уже эфириум купить. Тот хотя бы фундаментально и по будущим обновлениям выглядит как что-то, что должно расти в будущем. Люди, которые накапливали эфириум Классик вот здесь в районе 50 долларов, наверняка захотят зафиксировать свои десятки иксов прямо сейчас. Что и приведет к резкому падению цены, по моему мнению. Наконец-то EOS зашевелился. За последнюю неделю он взлетел на 100%. Сегодня на пике он стоил более 13 долларов. Я покупал его две недели назад по цене 8 долларов 50 центов, о чем снимал видео. Я покупал его из-за новостей о скорой интеграции EOS с Google Cloud. Мне показалось это бычьим флагом для того, чтобы купить EOS. Я все еще думаю, что у него огромное пространство для роста. Особенно на фоне остальных альткоинов, которые уже достигли своих ценовых пиков. EOS все еще не достиг их. Ровно так же, как и Ripple XRP, кстати говоря. Поэтому я думаю, что EOS легко даст 2-3 икса в ближайшее время. Именно столько ему нужно, чтобы стоить, как на пике прошлого был рано. Кстати, после того, как я купил EOS, он немного упал до 5 долларов 28 центов. Так что я еще не самое удачное время для покупки выбрал. Но, учитывая то, что я постоянно чем-то занят, у меня даже не было времени, чтобы это вообще заметить, испугаться и продать свои EOS. Поэтому сегодня я в плюсе по EOS. Бери себе на заметку. Занимайся еще чем-нибудь, кроме криптовалюты. Доминирование биткоина продолжает падать. Вот почему альткоины так стреляют. Это было предсказуемо, и мы говорили об этом еще тогда, когда доминирование биткоина составляло 70%. По Fibonacci доминирование биткоина может откатиться приблизительно до 12-13% куда-нибудь вот сюда. А это означает, что альткоины все еще будут расти. Но опять же вернемся к началу видео, к фазам рынка, в которых мы находимся. Рост биткоина и эфира мы уже видели, теперь мы видим, как основные альткоины взлетают. Следующий шаг, по моим убеждениям, это рост мелких альткоинов. Криптовалюты с малой капитализацией будут стрелять на сотни иксов. Особенно у тех, которые ждут какие-то важные события в ближайшее время. Может быть, сниму о таких альткоинах видео. А теперь к новостям. За последние 24 часа снова произошло множество интересных событий в мире криптовалют, которые ведут к массовому принятию этих криптовалют. Square в начале этого года покупала биткоины в числе первых компаний, которые вообще это делали в этом году. На данный момент, исходя из их финансового отчета, квартальная прибыль компании в 2,5 раза превышает ожидания. А прибыль от биткоинов выросла на 1000% за 12 месяцев. Глава компании Джек Дорси, который также является создателем Твиттера, комментирует это событие так. Он заявил, что видит свою миссию и задание компании в том, чтобы сделать биткоин национальной валютой интернета. Биткоин, по его словам, лишает традиционных издержек в бизнесе и расширяет экономические права и возможности во всем мире. Это отличные новости для биткоина, так как это делает ему хорошую рекламу. Мне кажется, что остальные компании будут следовать примеру Square, испытывая синдром упущенной выгоды. В конце концов, биткоин в активах компании должен быть стандартом, если эти компании элементарно хотят выжить в новых условиях и быть конкурентно способными в будущем. Это эволюция, которая необходима. Но, несмотря на рост биткоина и криптопространства в целом, акции Coinbase упали до рекордно низкого уровня. Как я уже говорил, я взял на скромную сумму отзеркаленные акции Coinbase на Mirror Protocol, но не сразу после запуска IPO, а подождав немного, когда они откорректируются. Но даже так эти акции пока что принесли мне только убытки. Но я собираюсь держать их лет 30 не меньше, поэтому я не особо переживаю. Также мне стало интересно, какие есть еще акции, которые относятся к криптовалютам на фондовом рынке и, возможно, стоит на них обратить свое внимание. Пока что я на 95% занят криптовалютами, потому что считаю, что криптовалюты покажут себя намного лучше, чем фондовый рынок в ближайшие 10 лет. Но мне хочется диверсифицироваться хотя бы на 5% и в фондовый рынок. Я думаю, нападение акций Coinbase, кроме прочих причин, могла повлиять следующая новость. Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase закрывает штаб-квартиру. Возможно, это показалось участникам рынка чем-то негативным. Альткоины взлетают, так как игроки на рынке влетают в крупнокалиберные токены и блокчейны первого уровня. Это подтверждение тому, что мы находимся в третьей фазе бычьего рынка, когда растут основные альткоины. EOS, Litecoin, Ethereum Classic и ETH. Лишь несколько из тех альткоинов, которые впервые за много лет преодолели исторические пики. А блокчейны первого уровня наблюдают увеличение торговых объемов. По моему мнению, из этих перечисленных монет EOS является самым недооцененным. Он выглядит таким не только из-за технических соображений, но и из-за фундаментальных тоже. Эта статья объясняет причины, стоящие за ростом EOS. Но самая главная причина, как по мне, очень многообещающая. И возможно, если она будет реализована, EOS встретится лицом к лицу с параболическим взрывом. Из-за возросшего спроса на него и уменьшение предложения его монет. Цена EOS выросла на 100% за 3 дня, потому что недавно сообщество EOS объявило о потенциальном увеличении наград за стекинг EOS. Рекомендация по увеличению вознаграждения за стекинг была основана на отчете, заказанном на блок ВАН. Это предложение может стать следующим крупнейшим развитием сети EOS. Конечно, если вознаграждения за стекинг EOS вырастет, мотивации холдить его токены будет значительно больше, так как пассивный доход будет выше. Это очевидно. Только лишь это может заставить людей накапливать EOS. Учитывая то, что и технически он недооценен, особенно по отношению к биткоину, я считаю, что EOS в этом булране является одной из наиболее привлекательных монет. Кстати говоря, если что, он торгуется на Binance. Ссылка на Binance есть в описании под видео. Цена лайткоина достигла самой высокой отметки за последние 13 месяцев. Дальше. Исторический пик. На разных биржах исторический пик лайткоина отличается, но самая максимальная цена за него была 375 долларов в 2017 году. Поэтому немного места для роста у него все еще остается. Но я бы хотел заострить твое внимание на цене лайткоина не по отношению к доллару, а по отношению к биткоину. Желтый график. Я не собираюсь покупать лайткоин за доллары, но если бы я его покупал, я бы покупал его по отношению к биткоину. Он находится просто на самом дне по отношению к биткоину. По-моему, это хороший шанс, чтобы накопить биткоины с помощью лайткоина. Однако и по отношению к доллару лайткоин выглядит достаточно оптимистично. Потому что по сравнению с прошлым булраном в 2017, где он выстрелил просто одной линией вверх, сейчас он растет с откатами. Это большая разница. Кроме этого, лайткоин – одна из четырех криптовалют, которая представлена на PayPal, а также его собирается добавлять и на другие платформы. Поэтому, скорее всего, по отношению к доллару он тоже продолжит расти. В этом булране. Кардана Ада некоторое время топталась на месте вот здесь, но сегодня установила новый ценовой рекорд. По моему мнению, ее настоящий потенциал даже больше, чем вот это, что мы здесь видим. Ее ожидают смарт-контракты в главной сети этим летом, а также после этого будет самое главное событие для Карданы в этом году – это запуск Кардана Свап. Если мы будем наблюдать значительные коррекции Ады на этом булране, я обязательно буду усредняться и накапливать Кардана до запуска этого Кардана Свап. Ведь Кардана Свап приведет к тому, что Ада будет испытывать шок предложения. А шок предложения, как мы видели на примере Эфириума и Бинанс Коина, приводит к взрывному росту. Поэтому я думаю, что после всех этих обновлений Кардана может неплохо иксануть еще. Эфириум снова оседлал новую ценовую вершину. Он бьет ценовые рекорды уже 9-й день подряд, и мне кажется, как раз таки поэтому в какой-то момент его может окончательно прорвать, когда люди начнут испытывать максимальную степень синдрома упущенной выгоды. Я не удивлюсь, если мы увидим его прорыв до 5000 долларов. С каждым днем этот прогноз кажется все менее фантастическим. Но после достижения этой отметки, скорее всего, Эфир будет наблюдать жесткую коррекцию. И еще один шаг к принятию криптовалют слышно из Лас-Вегаса. Криптовалюта идет в Лас-Вегас. Лас-Вегас заключил партнерство с криптовалютной биржей Gemini. Похоже, что некоторые казино в Лас-Вегасе собираются создавать собственные криптовалюты, иначе зачем им эти криптовалютные партнеры? Директор Gemini намекнул, что посетители смогут конвертировать традиционные деньги в криптовалюту в казино. Это означает, что игроки смогут не просто выиграть в игре, но и инвестировать в криптовалюты. Это очень интересный способ использования криптовалют. Интернет-активность на сайтах азартных игр значительно выросла во время пандемии, поскольку многие казино были вынуждены сократиться или даже полностью закрыться. Только на этой неделе некоторым казино Лас-Вегаса разрешили вернуться в игру, после того, как значительное количество сотрудников получили вакцину. В ноябре сообщалось, что в сети Winning Poker Network наблюдается рост спроса со стороны игроков на оплату в биткоине. Что ж, посмотрим, к чему это приведет. Будут ли они использовать биткоин, эфириум, лайткоины и другие главные криптовалюты, а может быть, сами начнут создавать собственные токены. В любом случае, это хорошая новость для принятия криптовалют. Кроме этого, появляется новый способ использования крипты, что будет добавлять торговые объемы на рынки криптовалют, что потенциально может приводить к росту той или иной криптовалюты. На этом все, ребята. Мы проанализировали рынки, посмотрели новости, поняли, что все выглядит оптимистично. Кстати говоря, большое спасибо за 105 тысяч просмотров. Даже не знаю, что сказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А, пропустил. Еще на телеграм нужно подписаться, ссылка в описании. Увидимся завтра. Богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok